господи иисусе христе сыне божий помилуй нас мне задают вопросы иногда которые я ответить не могу допустим прокомментировать увольнение чаплина всеволоду я отвечаю что она к нему обратиться надо или когда-то он будет говорить и вот утро к утру меня сегодня сбросили с ним идет интервью можно в этом не сомневаться действительно это так я поверил в это и вот теперь я могу ответить потому что по его мне не то что надо там добавлять свое учитай теперь заголовок как называется все влача блин попал ли в рай академик сахаров точно нет точно он знает нет не попал он в рай он не говорит почему не попал дальше будет говорить что-то и хвалите да потому что он не верил в иисуса христа простой ответ верующий в сына божий имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизнь но гнев божий пребывает на нем он еврей если все верит тому что написано вот и все не там уже спасает а спасает кровь иисуса христа ответ первый уже сразу не неправильный будет дальше антон красовский поговорил столько что освобожденным от должности главы синодального отдела русско-православной церкви по взаимоотношениям к церкви и общества протеереем всеволодом чаплином о том почему его отправили в отставку чего боится патриарх как работает церковная бюрократия почему е.с. антихристова власть и что нужно делать либералу чтобы спастись ведь это сколько разных вопросов и он на них отвечает ну сначала мы их прочитаем и увидим выделим отдельные моменты почему на то есть что они правильно это можно определить в сравнении с библией а чем это вызвано но это уже недавно мне пришлось разговаривать с одним священником вот здесь по скайпу он сразу припомнил я когда-то о нем там год назад или сколько говорил что-то а что он толком не сказал мне кажется я выступал без него потом он несколько раз пытался на меня выйти а потом я вышел на него но у него глазка нету его не видно немножко поговорили так средненько и в конце я говорю вы не против что я выставляет буду да нет никак нельзя нет 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 не надо вот и все вы весь разговор закончился это трусоси корысть корысть ты можешь еще прикрывать потому что при вашем деле же мертвого трупа я не присутствую а трусость видно счет испугался говорили вот об этом об н н н то все полезное говорили все полезное за каждое слово можем отвечать нет то есть как бы чего не было и вот щаплин теперь искать у патриарха это все время как бы чего не было и вся церковная структура на этом работает трусость ну не жили непонятно что участь боязливых в озере огненном как личности они не состоялись личность только тогда когда он похож на образ который создал бог говорят душа по природе христианка тартурян вообще-то здорово там даже нам августину приписывает поймешь но вопрос такой какая душа и какой природе какой природе которая сегодня она по природе язычница по природе которая была в раю сотворена то была христианка уже готовая ну надо добавлять то люди христианка все она христианка ребенок ой ангелочек а у него говорит уже рога в потолочек ну надо просто научиться мыслить категориями святой библии дальше это общий план как все произошло ответ я уже давно говорил святейшему патриарху что я не держусь за эту должность и как-то постепенно двигаюсь к пенсии мы обсуждали с ним этот вопрос вчера утром я еще раз сказал что настроение у меня пенсионная правда в итоге вышло несколько не то о чем шла речь в ходе разговора его святейшество говорил мне что будет какая-то масштабная реорганизация церковных структур с целью их укрепления и оптимизации я кстати говоря с этой идеей в принципе согласен но в итоге получилось что слили только две структуры вот кто-нибудь если подумает это где ну где здесь вера ее на понюшку даже нету и вот даже его здесь нет патриарха святейший со святейшей повторяю что слово святейшей в святой библии встречается только два раза в новом завете послание иуда пишет назидая себя на святейшей вере вашей вере там спасение и в ветхом не канонических книгах на святейшем месте то есть говорится о храме все человек свят сравнительная степень святее а бог святейший даже не называется бог святейшим а ваше святейшее святейшество все говорится здесь вылежут на суде божьем ничего уже нету и как-то не соображают или еще его уже нету здесь но не бойся ты не трясись перед ним другое дело этикет пишешь письмо и по-другому не принимает на написали без святейшего потерявки вернули назад напишите как положено чудом и положено святейшим надо напиши я говорю все пришлось мне эту бумагу подписывать чтобы действительно его приглашаем в гости вот это первое чем никак не согласен бог свят все на этом верующим павел передает святые а слова святее даже отсутствие святее сетей как папа римского поговорка но и что теперь вот как-то постепенно двигаюсь к пенсии тут непонятно чего но почему она ушел ты ничего не сказано вот не так церковных структур какая-то масштабная реорганизация структуры вообще никакой бог не устанавливал нет ее структуры и сейчас он начнет говорить сколько там причин дала сколько людей которые деньги гребут и гребут и он сам об этом скажет он церковной реорганизации сидит и выдумывает что еще сказать одна церковная структур а другая третья это все мирское плотское а люди одурманены этим я не думаю без этого жить нельзя главное вера во христа и между нами никто не может стать никак а как я признаю епископа его власть плачу сколько требуется на этом все дальше он ничего не может сделать канон уже есть распоряжение никаких ход его задача рукополагать главная задача рукополагать священников вот за это он ответит вот главное против ереси где-то бороться и идти проповедовать они не знают своей должности зачем он нужен я говорю мне звонит как-то полковник один военный говорит я вчера смотрел патриарх служил это он не умеет сам пуговки застегивать человек на коленках там перед ним приходит потом еще руки не мыть и пришел тракторист какой-то вытаскивает там какой-то гречаник такой как уходжи на средина и вот теперь ну там вот дед хаттабыч притащил что-то льет на руки счет он моет полотенца а люди в это время полные храмы все стоят и глазеют мимо и не стыдно никому ничего это отвращение людей от веры за за то время может такую программу заложить как сам же патриарх говорил переформатировать сознание народа расскажи о христе а вот придумали этот ритуал вот этот хвост сзади как тащится на сколько метров нужен этот павлиний хвост тебе сколько материи можно было ни одного ребенка одета но откуда это взяли но неужели это было у апостола павла за ним тимофей ходила ему этот плед таскал как из английской королевой пажи смотреть невозможно и везде он за собой эту кучу в материи вывозит и здесь вижу барнауле был тоже зачем я не сужу я просто болею этим люди там и приходят мы сектантов приглашаем как они говорят я пригласил один раз а потом мы считали от от авакум пишет там какой-то архимандрит или кто никита вот так мы пошли дальше с вас с это с с которой с это отдельная буква но на месте стоит ну кто там спрашивать его вас или гайду вопрос владимир или гойда председатель синодального информационного отдела примечательная редакция да при этом у нас есть некоторое количество церковных учреждений которые я считаю гораздо менее эффективными чем отдел или гайды или отдел который возглавлял я отдел обязательно один человек это кому-то ответить ну сам-то я ответь но ни одного отдела у павла не было у златоуста мы не считаем один только секретарь был прокал стал потом и все но это вся конструкция это туман среди ясного дня эффективнее это он все знает а ты знаешь что он эффективнее нет и никто не знает какой эффективный там для себя сделали округ например ну самая большая проблема это то что помимо содержательных учреждений которые занимаются настоящей работой есть довольно внушительная личная канцелярия святейшего патриарха его служба делопроизводства есть огромное количество людей которые обслуживают лично его его резиденции его бытовые нужды сколько этих людей никто не знает какую зарплату не получает никто не знает вот остановиться то вы чувствуете что это это теперь он чуть-чуть свободный стал и теперь это человек который из этой среды едва едва вышел то огромное количество людей ни одного на благовестия нету из них и не пойдут никогда азорко следят кто бы не порушил это вот эту кормушку у них они за этим следят и сколько получает он не знает там 20 с лишним лет проработал не знает его обслуживает зачем его обслуживать ну поставьте одного какого-то монаха там кособокова кривого чтобы не сказали что он с ним спит на одной постели ну поставьте какого-то горбатого ненужного косоротого там чтобы не привлекал так себе столько уже всякой мерзости об этом пишут ну и что никто не знает и дальше коллегиального обсуждения надобности этого аппарата если я правильно понимаю никогда не было даже на священном синоде не говоря уже о высшем церковном совете то есть хотя бы обсудить а нужно этот причин дал эти которые рядом там роятся которые питаются которые получают зарплату у которых пенсии выходит эти люди то заблокированные таланты не могут развить он дальше скажет они заблокированные это манкурты сегодняшние манкурты вот где надо копнуть то кто зазомбированные то кто гуру там и никуда ни одного слова не сказать то а они теперь поворачивают оглоблю в другое место ищут гуру младостарчество то а это как называется это он все приоткрывает только еще дальше я однажды поставил на одном из совещаний правда без участия его святейшества пятое раз святейшество говорит вопрос о том что давайте мы все таки обсудим вот эти расходы и в целом расходы которые касаются центрального церковного аппарата ответом было молчание и сдержанные смешки но я то знаю что этот вопрос в церкви себе многие задают то есть задают но сказать нельзя ну сами подумайте какое то чтобы не господство над наследием божиим и павел в нищете трудиться своими руками никого нету совершенно никого тит один пришел лука ну сравните с этим ну откройте глаза посмотрите один раз надо это или нет до патриархи на день и ночь молиться чтобы вот это все мошкара от него развеялось чтобы он один жил да он здоровый мужик еще вполне может сам себя обслуживать у меня тут у меня старше его намного даже 77 лет у меня уезжают и ну как-то обходишься кто-то что-то бывает сварит иногда где-то узнали что я совсем один и не варю себе на сухарях живу да кто-то уже с одной стороны с другой там кто-то подвезет что-то не могу отбиться выношу вешать все равно накормят тебя народ очень добрый но это то есть он уже говорит что многие задают и многие задают себе в церкви многие задают но почему не остановиться то многим то ответить я в патриархию пишу письма 53 года 53 и практически ни одного ответа не считая вот летом я получил от местного митрополита очень хорошее письмо и от старообрядческого кормили но это уже бог так сделал чтобы какое-то дело сделать но она за всю жизнь два и было только я один раз натолкнулся на смирнова димитрия а не воевать показал там любите врагов ваших мне сразу ответили это не пойдет надо воевать освещать танки и прочее дальше в смысле что патриарх шикует я говорю теми словами которыми я говорю то есть он дальше не пойдет он знает вот это у него вымерено а дальше его захватит и потащит ну почему прямо не сказать да шикует да живет непосредством которое ему нужно бы отпустить у меня пенсия вот у меня лично я 35 лет проработал работал 3 грыжи на позвоночнике заработал у меня 35 лет стажа вполне даже в 60 лет вышел и пенсия 6500 кажется 27 что ли рублей 3 копейки всего больше не почему работать не давали ну свободная идея печь и делал где-то хорошо хорошо благодарю богу ну заработал бы он хотя бы ну пускай не столько ну вот отправили лужкова на пенсию пенсия кажется 253 тысячи в месяц для этого революцию делали для этого бояр князей порезали что он сделал доброго вызвано в конце концов недоверие президента спихнули и попутно ему пить да это же игра идет да я не завидую 4 месяца проходит миллион в кармане 4 месяца то есть за год пенсия 3 миллиона да мы все вместе все и община у нас никогда не будет этого а почему и жена самая богатая батурина самая богатая в стране женщина и все мало и мало и мало как березовский говорил проснувшись миллиардером мы теперь стали соревноваться и хохочет сидят пьют нет уже давно вот кому в аду место то было теперь дальше спрашивает вы говорите я разговаривал с утром с патриархом он вас позвал это был личный разговор да конечно в чистом переулке в данилово монастыре где проходил синод это был личный разговор очень доброжелательный это было прямо перед заседанием синода да но с другой стороны то что я услышал в ходе разговора и то что было на выходе это были немножко разные вещи там мне были сделаны какие-то намеки были предложены перспективы какие-то дальнейшие назначения но я сразу же после разговора дал понять что меня не устраивает что передо мной держит морковку это не та игра в которую надо со мной играть то есть он знает что такое морковка что в земле скрытая ну столько лет он был в почете конечно ему трудно можно посочувствовать ему а что вам предлагали какие-то отдаленные перспективы вот он сидит дает интервью видишь как не изработался с животиком щечки какие у него ясное дело что не нашего круга то есть на благовестие пойти ночевать в лесополосах ехать он никуда не поедет тут уже понятно на столе что тут есть книжки правда хорошие фото кого Дмитрий Шумов вот с кого стоит что такое отдаленные перспективы я не знаю ну как вы целебатный поп легко можете стать епископом что такое целебатный откуда это взяли народ перевел целебат это целит на баб вот и все это не имеет он ни монах никто а один значит придумали вот это слово а нужно ли это неженатый да и все целебатный а почему а неженатого не ставить интересно как надо не надо хоть фиктивный брак заключи и все откуда это взяли господь зачем избрал я на монах был он нет неженатый неженатый павел неженатый или женатый неизвестно дальше конкретики не было я сразу же передал свой месседж о перспективах ухода в никуда мысль это сообщение в никуда без ясного понимания как я дальше буду участвовать в жизни церкви и в жизни страны это не то что может быть мной принято ну то есть хорошо он еще смотрит а что он понимает принято не принято будет им ну дожность какая то ну сказали бы что ты с сегодняшнего дня ну будешь выполнять такую функцию идти книгоношей быть как у Достоевского в бесах пойдет он ну конкретно работает для церкви для страны замашка какая значит это только выше но никак не ниже должности этой то есть он там конечно уже привык вы обиделись вы же с патриархом всю жизнь я познакомился с ним в 1986 году представь себе это сколько 86 это там 14 лет это 30 лет почти 30 лет да уже 30 как раз он еще был архиепископом смоленским только отправили его туда своего рода ссылку из ленинграда архиереем я тогда старался ему всячески помогать вот какая ссылка то представь себе архиепископом послали сколько вам было лет 18? 18 да давайте про вас поговорим я правильно понимаю что вы Нечаевский в скобках на учебу в семинаре Всеволода Чаплина благословлял народный депутат СССР от фонда культуры друг Раиса Горбачева митрополит Петерим Нечаев вот видите какое дело кто его посылал то какие есть Нечаевский друг даже ну хоть где то вера видать здесь или нет ни слова нет а то структура церковная ему обязательно одним высший там где то учился ни одного слова нету по которым можно было определить что говорит это верующий человек нигде дело в том что группа людей которая в свое время окружала митрополита Петерима достаточно самостоятельная и не случайно в свое время она пришла к митрополиту Петериму это было единственное место где таким неформальным людям можно было пристроиться в церкви слова какие пристроиться к церкви не уверовать во Христа пристроиться к церкви ну найдите во всей святой библии подобно где то над нами все сектанты будут смеяться пристроиться к церкви церковь что это кирпичи или те которые там большие раздутые штаты никому не понятно так ты про это и хотел пристроиться поэтому там и пробыл 30 лет город то не надорвал за это время больше никуда нас не брали потому что все были из неверующих семей у кого то отец военный а у кого то профессор как у меня вот так это в издательском отделе все происходило да на погодинской где мы все работали когда митрополит Петерим не смог пережить избрание патриархом Алексия а не себя атмосфера в учреждении стала очень тяжелой и вся эта группа лиц постепенно снялась и перебралась в отдел внешних церковных связей ну что тут от веры избрание патриархом надо быть ну а преимущество патриарха какое вот он умрет похоронили его ну раскопай его через пятьдесят лет там ни одежды уже ничего нету ну а на суде божьем что я патриарх откройте двери рая нет конечно почему в библии написано будет строгое взыскание с начальствующих при мудрости стал строгое взыскание то есть там с него будут спрашивать больше чем с прислужника и туда лезут и лезут если туда лезут это не верят златоус убегал его найти не могли шесть слов о священстве которые говорят какое это великое достоинство быть священником настоящим а это патриархом его не избрали он митрополит еще мало но это уже было намного позже в девяностые годы это было вскоре после избрания патриархом Алексея так что группа лиц себя позиционировала как группа лиц а не как личное окружение какого-то человека когда-то это был митрополит Петерим потом стал митрополит Кирилл и я тогда впервые после этой так называемой опалы архиепископа Кирилла опубликовал с ним интервью в журнале московской патриархии хоть одно слово божественное было бы ни одного атеисты безбожники я помню какое-то тогдашнее интервью где он рассказывал как приехал в Смолинкс как-то пил печь котики какие-то это митрополит говорит сегодняшний патриарх рассказывал о чем он рассказывал да не можете вы его помнить это было интервью то ли о тысячелетии крещения Руси то ли о послании священного синода о войне и мире в ядерный век который он тогда готовил это было первое его интервью тогда никаких личных впечатлениях архиерея о назначениях в принципе нигде не могло быть опубликовано время было еще вполне советское церковь вообще была под жестким контролем я через английскую версию журнала сначала опубликовал потом перетащил его в русскую после долгих мучений и так постепенно мы начали возвращать владыку в общественное пространство ни к Богу ни ко Христу все общественное и вот туда человек ему нужна эта конструкция церковная это говорят люди особенно приближенные мало того еще и какое-то отношение имеют к благовестию к миссионерству ну что совсем рехнулись люди или что или никогда они Богу не молились ну неужели Бог бы не открыл что здесь владыку не надо в общественное пространство ему надо идти к народу и проповедовать и об этом он говорил но сама терминология слова то все какие это засушенный чиновник номенклатурный но проблема вот в чем даже при самых сложных идейных расхождениях это был человек которого можно было переубедить Кирилл да сейчас это человек с которым просто нельзя поговорить то есть тогда можно было переубедить а сейчас с которым нельзя поговорить даже это о патриархе говорит он так это не я если я скажу заплюют а когда самый приближенный ему говорит ну наверное так и есть когда это с ним произошло вот таким он стал недоступным этот человек не глубоко симпатичен но последние пару лет у меня вдруг появилась болезненная для меня личная эмоция связанная с тем один что я не хочу с ним разговаривать не хочу общаться у него появился настолько непредсказуемый и жесткий эмоциональный фон что ты никогда не знаешь что ждать то есть какой на brutally это эмоциональный фон то есть в этом человеке нету ни одного евангельского слова даже не догадаешься раздражительный злобный ну какие это слова существует он накричал биться ударил тебя ну нет эмоциональный фон вот догадаешься что эмоциональный фон Говорится, с чем они едят, кто на ком стоит В силу этого очень многое меняется И потом, к сожалению, появилась одна очень понятная мне, как публичному человеку, эмоция Он, конечно, как патриарх сидит в золотой клетке Он очень многого не может сказать По Украине он не может сказать ничего Потому что полшага вправо и у него будет тяжелейшая ссора с российским общественным мнением Полшага влево и могут усилиться серьезные действия против церкви на Украине Ужас какой Еще лезут туда пяти римы разные ЖМП, это журнал московской патриархии А люди переводили так, жалкие мысли пяти рима ЖМП Ну вот, пожалуйста, общественным мнением Полшага влево, полшага вправо Даже одного дня бы не согласился так жить Зачем какой-то талант, когда общественное мнение, его никак не ухватишь И ни одного слова не можно сказать Мы даже не знаем, какой он и каким мог быть бы Дальше Ему хочется многое сказать Ему интересно вообще говорить и смотреть на реакцию окружающих лиц Спорить с ними А тут он оказался скован И, конечно, ему больно и обидно Когда-то кто-то высказывается более активно, чем он И я не боюсь сказать, иногда все-таки продуманнее и концептуальнее, чем он Даже если это краткие высказывания И вот отсюда, может быть, возникла какая-то зависть и ревность Зависть подчиненному и ревность Потому что у него больше свободы И поэтому ваша церковная структура Вот это выстраивание Вот это архиепископ, митрополит Это не нужно ничего Еще ордена какие-то, железки придумали Совершенно безбожная организация У нас награда одна рана за Христа Страдание Когда на Первый Вселенский Собор приходили такие А их мучили Раскаленный брусок железа Вот так руками, чтобы их хватали Свои руки так и застыли Так император целовал эти руки в таком виде Но они так и остались Сожженные, скрюченные Дальше Я представляю себя в его шкуре Ты умный человек Ты генерируешь идеи Но сказать можешь только проповедь Пожалуйста Да и то очень осторожно В шкуре Патриарх в шкуре в этой Он ничего не может делать И то очень осторожно сказать Я всегда говорю, как они завидуют тем, кто свободен, ничем не связан Зависть И зависть съедала его И спепеляла Вопрос Это же его выбор Он же мог вполне быть не таким Он мог бы быть добрым патриархом Он мог бы быть честным патриархом Он мог бы быть бескорыстным патриархом Он мог бы стать лучше всех, кто был до него Но выбрал стать хуже Понимаете, какие страшные слова Вот он по порядку говорит Быть не таким Что? Быть не патриархом Почему он по жребию не захотел? А там все утрясено было Три кандидатуры И какие условия, чтобы быть патриархом Не менее там высшее образование, само собой Звание Канцелярской работы Управленческой не меньше 20 лет То есть под себя все подогнал и все А если бы туда сейчас, как и у апостолов было Чтобы он родился свыше Патриарха, может быть Который провел в эмиссиях Хотя бы лет 10 где-то Вот И ни один не прошел бы, ни один А они сделали какие? Коммунистические мерки, анкеты Он выполнил их Помню, на вокзалах было Без очереди герои Советского Союза Герои социалистического труда И длинное такое То-то состоит в партии 50 лет Коммунистическая партия Советского Союза Вот такая вот, как западь о субботе Большая-то А почему? Брежневу исполнилось 50 лет И он это включил И на вокзалах везде вот это было Мне рассказывают Я не видел сам Какая-то стояла там бабка или женщина С внучкой или с кем-то Ее из очереди выгнали Или она отошла и опять не поставили Она стоит около этого А там такая длинная очередь бьется Ну и Она ничего не может делать Заплакала Что и вдруг, говорит, из этой очереди Вышел один мужчина И пока Спрашивает Куда вам бабушка ехать-то? Она сказала куда? Он к окошку так Постаронитесь А в чем дело? Я сказал Постаронитесь А та выглядывает Он вот так вот распахнул У него звезда Героя Советского Союза Так, прошу без очереди Выдайте билет Вот это я понимаю Он в очереди стоит Хотя может взять Он стоит Но Медалью Этой орденом Этим Звездой Он воспользовался Может первый раз в жизни Ради кого-то Ему такому звезда нужно А это Зачем он по ноге Если он В трусовсе сгнил уже там Зачем он нужен? Ты мог быть каким? Добрым патриархом Мог честным патриархом Бескорыстным патриархом Ни миллиарда Ни табак Ни водка Не торговать Он мог стать лучше всех Кто был до него Но выбрал Стать хуже Вот вопросы Как-то одно время В газете Было интервью Если не ошибаюсь Литературной газете Какой-то Олег Мороз Спрашивал Вопросы Задавал патриарху И патриарх отвечал Я когда прочитал Ой-ой-ой Я взял письмо Написал И письмо дошло До этого Олега Я говорю Олег Вам надо было Патриархом А вот Кто патриархом Ему брать интервью У вас Он говорит Ну такого не случилось Какие умные вопросы Вот вопрос настоящий Кто до него был Он мог их всех Перекрыть Добротой своей Но стал ты хуже всех Видите ли в чем дело В системе где много Очень разных людей Граждан разных государств Людей разной политической ориентации Очень сложно быть трибуном Вот и правда говорит Павел 2000 лет Трибун на весь мир Гениальные мысли выдает А перед ним Кто там и мусульмане И южные китайцы Кого бы не было Разный политический строй Для всех это слово доступно А вот он не может быть Таким трибуном Очень сложным Никакой сложности нет Говори Надо делать выборы Между этими людьми И другими людьми Между людьми То есть лицемеры Это лицемеры и лицемеры Делать выбор Ты говори слово Божие как есть Да, да, нет, нет Сверх того от лука То есть все из лука Велись до мертвой точки Для него этот выбор очень сложен Но я ваш вопрос в принципе понимаю Какие-то моменты Выборы все равно делать приходится Какие-то моменты Ты должен иметь возможность Сказать людям Ты прав, а ты не прав Даже в условиях гражданской войны Даже в условиях политических дебатов Даже в условиях Общественного противостояния И для этого Очень важно иметь Психологию победителя О! У меня есть на сайте На нашем сайте Во свете Библии Там 55 папок И разбор выступлений Я там делаю разбор Во свете Библии Что говорит патриарх Алексей Что говорит митрополит Смоленский, калининградский Кирилл Что говорит старообрящийский Адриан Там митрополит Козлов Максим Амросий Юрасов Вот сколько я их набрал Там еще других я разбираю Ермаков Примерно 50 С лишним вопросом Только 6 в среднем Или меньше 5 правильно Остальные неправильно дают Я объясняю Почему неправильно И чем это вызвано Что неправильно Простить не могут этого Ну же дело прошлое Успокойтесь Но я вам показал Вот как надо было отвечать На молитве надо выпрашивать это Я не знаю о чем говорить А Бог положит мысли Вовремя их направит Ничего этого нету У нашего поколения Она есть Потому что мы все таки Сильную советскую систему преодолели Он преодолел ее Вот страдалец какой Он преодолел Он боролся Там в самой продажной организации Патриархии Более продажной организации не было Она такая и осталась Карманная советская патриархия И он там страдалец Вот уж дожились У поколения духовенства Чуть более старшего Чем наше поколение Это опыта нет Нет опыта И у тебя голубщик нету Ты не знаешь что такое Когда тебя в холодильнике будут держать Когда тебя руки будут выкручивать Когда ты по этапам пойдешь В шею будешь кормить Клопов по разным тюрьмам Тогда бы ты маленько узнал И при том замолчи И ты не замолчал бы И ты там бы проповедовал Они ничего не знают Они продолжают сегодня душить Самое живое в церкви Ну ничуть более старшего Патриарх вас старше на 22 года Это не чуть-чуть Это поколение Вот у меня с патриархом тоже поколение Да Это рубеж между нами И этими людьми Которые мы сейчас Может быть 60 Это люди которые были сломлены Советской системой Которые очень боятся Поссориться с кем-то Из власть имущих Очень боятся За свою личную безопасность Очень боятся Что кто-то подвергнет их Какой-то системно-политической порке Порке Системно-политической порке Как он у нас на язык застрел свой Как он знает что сказать Вот у нас Мы жаждем свободы Бог дал нам свободу невиданную Свободнее нас никого нету Мы не в патриархии И те в верхах теперь Давно уже подписали Что им не продлежим Полная свобода Совершенно А как Вот у нас допустим С митрополитом Мы относимся К русской православной Зарубежной церкви И самого Уже не знаю какого времени Там Ну лет 20 С лишним У нас никакой связи с ними не было Они для нас никакой роли Не играли оттуда Вообще никакой связи Ну поздравители иногда были Все А тут полностью решили Зачистить Чтобы в России Не было ни одной общины И от нас отказались Это вообще Дар божий Божий дар А мы как Молимся за патриарх А кто у вас патриарх Кто Кирилл И что им нужно Чтобы ему записаться В книжку туда Или что там нужно Непонятно Я его признаю И молюсь И причащусь у него А кто у вас епископ Да тот который есть Епископ А вы у него не состоите Понимаешь Мертвые слова Они ничего Люди не понимают Оболваненные Вот этими руководителями А это кто Берет интервью Какой острый взгляд У него Посмотри как он выглядит Ну сравни с тем Который лежит Там развалился Разлепешился Как Смирнов Вы правда считаете Что патриархам Можно подвергнуть Системно-политической опорке Он что Депутат Пономарев что ли Человек Который формировался В период Всевластия Уполномоченного По правам религии Человек Которого довольно жестко Прессинговали При советской власти Живет с этими эмоциями Заложенными под корку Вот оно где у них И не надо никаких Цензоров Все внутри их О службе Когда в 2009 Метрополита Кирилла Избрали патриархом Он сразу же назначил Вас председателем Этого отдела Да Я в последние годы Жизни покойного Патриарха Алексея Просил и его Метрополита Кирилла Куда угодно Переместить меня Из отдела внешних Церковных связей Потому что я просидел Там 20 лет Просидел 20 лет 20 лет Единственная жизнь И он там просидел В этом отделе В Москве Ой-ой-ой В одном и том же здании В разных кабинетах Я просто понимал Что уже физически Не могу находиться В этом учреждении Я в принципе считаю Что бюрократу В том числе и церковному Полезно менять место работы И роль деятельности Раз в 5 лет Вот понимаете Вот он говорит ответ Видите Да Дальше Который ко мне Привязывается я Я Вот оно Я Он сказал Ну а как Ну так и есть А дальше В разных кабинетах Я Просто понимал Я В принципе Никто его не упрекнует Я почему-то естественно Он говорит о себе У меня где-то Я скажу Прям умирают Умирают Вам предлагали Пострижься Только пострижение Монахи Может обеспечить Священнослужителю Церковную карьеру А вначале Ты не поймешь Пострища Что давно Парикватерской Не был Нет Почему Мне не предлагали А я не интересовался Ну поверим Вас Кторого Рукополагал Священники Нынешний патриарх И он даже Ни разу С вами Это не обсудил Говори Да Добрый день Но Там Если я там буду Нет Нет О чем они говорят Я знаю Что они говорят Они по Евангелию Это первое О душе Не заботятся Как должно Это определенно Иначе Об они не убивали Других людей Ну так вот Вот и Зарыдали Плен Это означает Что Могут казнить ИГИЛ ИГИЛ Это такие же люди Как мы Боимся смерти Так Все понял Так Еще что есть Благодарю Миша позвонил Дальше И он даже Ни разу С вами Это не обсудил Он решил Что мне лучше В этом качестве Оставаться И я так и остался Не стал спорить Тут очень похоже Как я с тобой Обращаюсь Никита Никуда тебе не надо Не в семинарии Сиди ты здесь Работай С детьми Вот здесь Примерно Вот так же Вот Почему У меня как бы Главный церковный принцип Не верь Не бойся Не прости Вот тут ужас какой Я когда прочитал Это принцип ГУЛАГа Он говорит Главный церковный принцип Не верь Не бойся Не проси Это ГУЛАГовский принцип В архипелаге ГУЛАГ описано А он говорит Церковный Да церковь то ГУЛАГ Абсолютно точно попал В точку Это ГУЛАГ Вообще Ну мне этим Рассмешил Да Ай да Пушкин Сукин сын Ну молодец Дальше Не верь Это очень смешно Человека Не в Бога Ну и посяк Он сидит Ну посмотрите С тем Который Задает вопросы И он Ну что Мне нравится Чаплин Что у него Бороденка Такая жиденькая Как у Хошимина Или Изобретателя радио Попова Хотя он не изобретатель И такая Три волосинки Их не трогает Вот уважение За это Мне очень Его борода нравится Он не ищет Никакой красоты Вот в человеке Надо найти Что у него хорошее Вот это Остальное Все это Адутловатая Опухшая Там это Лишнего Сбросить надо Ко мне приехать Я ему вот эти нары То есть второй этаж дам А на третью Туда Кураева И они у меня выйдут Тонкие Звонкие Прозрачные Ответ мне там Где-то сверху А это нету Нету Но погодите Вы же были молодым Вы с патриархом Кириллом В этих бюрократических Структурах Работаете С 1986 года 20 лет Вы заместитель Митрополита Кирилла И второй человек В отделе Внешних церковных связей И вот он Становится Патриархом И вокруг Начинается Бум рукоположений Херотонии Новых епископов Новых начальников Появляются Какие-то отделы Которые обслуживают Лично патриарха Возникают люди Которых никогда Никто никогда Снаружи не видал Вроде какого-нибудь Архимандрита Савы Тутунова Вот это вопросы Вот это Интересный очень человек Который задает вопросы Вот прочитайте еще раз Движение Бум рукоположения Сегодня А кто у вас епископ? Кто? Кто без епископа не мог? Да их наложили Как говорится Пирожки пекут Уже сегодня Я не знаю 350 наверное Если не больше Он отвечает Мой старый приятель Вообще-то Вот и все Ответ какой? Так вот все Что с вами происходит Последние пару дней Это же просто взрыв Той самой С юности Оставшейся еще Чудовищной обиды Ой как метко Говорит Это вам не Ксения Собчак Да и вообще Весь этот ад Ваших публичных заявлений Как я теперь понимаю Это обида Ад Ад Публичных заявлений Вот все эти Костры инквизиции Только для того Чтоб чаще Кирилл замечал То есть Говорит такое Вызвать Заголовок Чтобы Кирилл замечал Абсолютно точно Как таковых Обид у меня не было Среди большинства Интересных Мыслящих Системно себя ведущих Людей Из числа Сей новой братьей Я себя чувствовал Очень хорошо Проблема возникла Тогда Когда в синодальные Учреждения В довольно грубой форме Стали Названивать монахини Работающие В канцелярии Святейшего Патриарха Принялись Отдавать какие-то Распоряжения по телефону Учить нас Писать бумаги Требовать Изменить дату документа Поданного Патриарху По той причине Что они ее Не передали В течение двух Положенных месяцев Ничего себе И поскольку Теперь они Боятся это сделать Они предлагали Чтобы синодальное Учреждение Поставило по собственной Воле новую дату Чтобы они Не оказались Подставленными Простите Это уже маразм Вот он заметил Где-то маразм А монахини Не должны быть У Патриарха Есть канон такой Если епископ Приезжает на Загородную дачу Канон говорит То чтобы ни одна Женщина не попадалась Вроде бы Застоявшийся Племенной Жеребец Вырвался И чтобы даже близко Ни одной кобылы Ни одной тетки Не было Когда считаешь В ужас Приходишь А что Лишняя пища Вот эта вот Она имеет Только один выход В нижний клапан А когда церковным Слова то Слова то какие Ну веру еще На ленивер Что там Безбожник Пишет Безбожник Крупно Замешанный На Штом Тайном Темном А вы В первую очередь Все таки Бюрократ Или священник Вопросы Я священник И бюрократ Одновременно Вот так Все таки Доля бюрократической Деятельности До вчерашнего дня Составляла 80% Моей реальной жизни Вот и все Бедный Ты Всеволод А 20% Занимала Ваша Публичная Деятельность Нет А что Публичная Деятельность Занимала Наверное Процентов 5 времени Которого Мне всегда Хватало Если была возможность Дать какое-то интервью В машине Времени на это Практически Не уходило Ну 7 раз По Лестовке Вот это 7 раз в день 700 поклонов Положить Он не будет делать Это На 100% Знаю Намаз 5 раз в день Он не будет совершать Это люди Другим миром Мазаны Вы сказали В каком-то интервью Вчера Что ваше Увольнение Связано с тем Что в церкви Должен быть Один голос Голос Патриарха Ровно То же самое Сказал Сергей Чапнин Уволенный Только что Из журнала Московской Патриархии За доклад На конференции Центра Карнеги Карнеги Я жалею Что я не сослался На его слова Просто вчера Меня рвали Журналисты Поэтому просто Не пришло В голову Сослаться Сейчас это сделаю Я действительно Взял эту фразу У Сергея И Сергей Абсолютно прав Что он ее Сказал И даже Кураев Я думаю Тоже в конце концов По этой же причине Был вынужден Уйти из активной Церковной жизни Правда Отличие От Кураева Заключается еще и в том Что он слишком много Времени посвящает Ретрансляции Сплетен Вот этого я не хотел Бы делать Я не мщу патриарху Я не считаю себя Предателем его Как личности Но я считаю себя В праве говорить О тех системных Ошибках Которые сегодня Есть в церковном Управлении И в церковно-государственных Отношениях А с Сергеем Мы много спорили Мы же знакомы С ним лет 30 Познакомились На Гоголях В Гоголевском бульваре Примечание Где тусовались хиппи Я не был хиппи Но я периодически С ними тусовался Причем они меня Воспринимали сначала Очень негативно Потому что я Приходил на их тусовки В кожаном плаще С галстуком и кейсом Вот это Образ христианина Правда В кейсе всегда была бутылка Вот еще хорошо Пожалуйста Поэтому Они меня В какой-то момент Полюбили Хотя и назывались Тукачом Потому что А дети был Таким вот образом Там мы с ним Познакомились И с тех пор Достаточно много Спорили Он скорее либерал А я скорее Консерватор В те годы Он еще по-моему Не был христианином А я тогда Боролся С жидомасонами Так вот Нам с Чапниным Надо продолжить споры На этих же Гоголях Как-нибудь Соберемся Получается Что патриарху Совершенно не важно Какого Склада мысли Риберал Консерватор Что ты говоришь Что думаешь Важно только Чтобы никто Не сболтнул Ничего лишнего Действительно Церковное учреждение Превращается В No comment Offices Ну что? Ослисы без комментариев Да Господи Господи Да почему Вы все время Называете церковь Учреждениями Церковные Бюрократические Учреждения Синодальные Учреждения Пресс-службы Епархиальное Управление Это учреждения Бюрократические Конторы И не нужно Этого стыдиться Я никогда Этого не стыдился В любой системе Должна быть Управленческая Составляющая И конторская Жизнь Никуда от этого Не денешься И вот у нас Получаются Такие No comment Offices Которые Когда Кто-то Пытается Получить ответы На элементарные Вроде бы Вопросы Начинают Панически Прятаться Это церковники Никогда ответ Не дают Почему они Это делают Вы правы Они это делают Потому что Они боятся Что вечером Шеф прочитает В интернете То или иное Высказывание А интернет Он читает И к великому Сожалению Читает Всякие гадости Про себя Сволощи Об этом знают И специально пишут Гадости с тем Чтобы он прочел Чтобы вывести его Из психологического Равновесия Ну прямо Играет Да откуда они знают Никто ничего не знает И вряд ли он их читает В это не особенно Я верю А что он читает Прямо фейсбук У него ник что ли Есть тайный Володя 1946 Отчасти Мониторит фейсбук Отчасти Всякие Дурацкие сайты Надо уметь Это все Посылать Внутренне Обратно Непонятно О чем говорит А он не умеет К сожалению Он это все Начинает Очень близко Принимать к сердцу И этим пользуется Всякая нечисть И поэтому Очень многие Мои коллеги Боятся Слово сказать В публичном пространстве Страшаться Что это потом Будет кем-то Встроено В поток гадостей Вот так как Подано На каком-то сайте А вечером Все признаем Все признаем И Бог убрал От нас всех Епископов Вы признаете Но команда Над вам Никто не будет Вам никто Ничего не сделает Супер уникальное Положение нам дал Господь А люди не поймают У вас епископа нет У нас есть Епископ и патриарх Но нет того Который мог бы Сейчас повернуть Рещажок И все Чтоб полетело С одной стороны Те кто все время Прячется И отмалчивается А с другой Вы Которые рассуждают И разжигают Вы же понимаете Что вы все время Каждым своим Комментарием Разжигаете Вы зачем это делаете Вы же нормальный человек Ну и что Я считаю Что общество Нужно перевоспитывать Для этого Надо сказать Малоудобную правду Которую люди Не хотят слышать Услышав который Они начинают Сразу возмущаться Кипеть Пусть немножко И покипят Но пусть у них В голове Останется хоть что-то Напоминающее им О том Что жизнь Большинства Наших обывателей Сегодня совершенно Неправильна Эта жизнь Обрекает их На отвержение От Божьего царства Это самое главное У Божьего царства Что он понимает Под этим Под этим Под царством Тут непонятно Что Чашечки дальше О царстве Божьем Хорошо Давайте тогда Поскольку вы сейчас Выступаете в роли Главного протестанта Нашей церкви Лютером Я не собираюсь Становиться Насчет лютеранства Это Кураеву Он как-то к этому ближе К Кураеву Мы еще вернемся Уж коль вы От учреждения Наконец отвлеклись И вспомнили О царстве Божьем Вспомнили Давайте тогда Сообщите нам Что такое хорошо А что такое плохо К нам либералам Попасть в царство Божье Как к нам либералам Попасть в царство Божье Вы для русского либерала Олицетворение зла Олицетворение зла Это Чаплин Такой Генпрокурор Чайка Если бы сейчас Путин выгнал Чайку Мне кажется Они бы простили Путину все Вот так же Мне кажется Они готовы Простить патриарху Все За ваше увольнение Вот здорово как Вопросы то какие Я с ними совершенно Не согласен Поскольку Не считаю вас Виновником всех Бедцеркви И поэтому Мне интересно узнать Скажем о пяти пунктах Из-за которых мы Либералы Не попадаем в рай И что нам надо сделать Тоже пять пунктов Чтобы там оказаться А ты говори Вопрос дальше Ответ Ответ Это собственно говоря Один пункт Это одна причина Единственная Единственная Истинная Единственная Это Христос Он знает что отвечать К Богу нельзя прийти И в Царство Божие Нельзя прийти Не будучи христианином И не живя по христианским Нравственным Вероучительным принципам В этом нет Никакого плюрализма В этом нет Никакой относительности Вовсе не все Пути к Богу Одинаковы Только один путь Ведет к настоящему Богу Остальные ведут Куда-то еще Мягко скажем Вопрос Ну вот что На этом пути должно быть Ответ То что написано В Евангелии Прекрасно Вопрос Что написано В Евангелии Ответ Вам проповедь читать Вопрос Просто С вами у меня Всегда такое ощущение Что мы о разных Евангелиях говорим Ответ У вас наверное В голове Вопрос У меня в голове Милосердие Любовь и свобода А у вас Какие-то другие вещи В голове Ответ Почитайте Нагорную проповедь Как мысленное Безнравственное Состояние Лишает человека Царство Божьего Вопрос Давайте так Чтоб не дурить читателя Со мной понятно Все Я садомит И корежится мне в кислоте А вот Ксения Собчак например Попадет в рай Ответ Если не покается Нет Вопрос А в чем она должна Покаяться Ответ Она должна Обрести истинную веру И она должна Очевидно Просто перестать Быть тем Что она есть То есть Стать человеком Живущим не только умом И не только деятельностью А прежде всего Верой Вопрос Понимаете Что фраза Жить только верой Это пустословие Что значит Жить только верой Ответ Исповедоваться Причащаться Вот уж как Ничего не ожидал То исповедоваться Причащаться Вся патриархия В этом Чаще 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 То есть у них Исповедь и причаще Имеет махонькое значение Три дня погасло И опять нету То есть Жертву Христову Которой хватает На весь мир Им не хватает На неделю Страсть какая Кается во всем том Что она всю жизнь Сделала Что не соответствует Евангельской нравственности Такого в жизни У нее было много Насколько я понимаю Соответствовать Той очень высокой планке Евангельской нравственности Которая описана В Нагорной проповеди Вопрос Понятно Но это все равно Такие общие слова Ответ Ксения Собчак Это еще Это еще Цветочки Ответ Попал ли в рай Академик Сахаров Точно нет Хотя это был Человек достаточно Добродетельный С сильной гражданской Позицией Умный Благородный И все такое прощее Но нет Потому что он не знал Истинной веры Которая делает Возможным Вхождение Царства Божьей И потому что он Жил полагаясь Только на разум И только на свои силы На силу Своего интеллекта Своей гражданской позиции Так же как Махатма Ганди Вопрос И Махатма Ганди Не в раю Ответ Нет Вопрос А Путин Хоть в рай попадет Ответ Путин Может быть Ему только Немножко больше Смирения будет нужно И больше честности В своих отношениях С Богом И Евангелием Он знает Кто у власти И кто может засыпить его Вопрос А вы то сами Ответ Насчет меня Как и любой нормальный Православный христианин Я говорю Что я не спасусь Так положено вообще говорить Так надо Я не спасусь Я грешный Супергрешный Человек Который считает Что он спасется По определению Заблуждается По определению В православии Так принято Но все таки Надежду не оставляю И не своими силами Конечно А силами божьими Человек спасается Не сам Его Бог спасает Для этого нужно Только Синергии с Богом Вступить Ой-ой-ой Это не собственные Человеческие усилия Как уж будет Это рассудит сам Господь Не кровью Христа Не страданиями Христа Синергию кто-то вступит Вообще Даже сказать страшно Кто он Вопрос Стесняюсь спросить А патриарх Кто в рай попадет Ответ Думаю да Вот понятно уже Суде Божьим Не надо уже ничего говорить Вопрос Каким это образом При помощи катапульта Что ли волшебной Забросят его туда Ответ Через какие-то Наверное испытания Потому что Вообще Очень сложно сказать Что нам Уготовила история Но нас ждет Очень непростое время Я в этом Совершенно убежден Время серьезных испытаний Для страны Для народа У патриарха При всем том Что он сейчас Оказывается В дипломатической клетке Есть такой переключатель Когда он Начинает Отбрасывать дипломатию И делать какой-то Нравственный выбор Сейчас прошел Нет 56 минут Да Вот сейчас еще 4 минуты И мы закончим Тогда второй Делаем ролик Вопрос Какой он должен Сделать выбор Ответ Вот он сейчас Сперва говорит что-то А потом Вымарывает с сайта Собственные слова Пугается Вот понятно Что Вымарывает Он как ребенок Маленький Он боится всего Абсолютно Начинает Гадости в интернете И объясняет всем Что он не говорил Того Что в интернете Подают Как его Слова Но это все Неправильно У него Первая реакция Бывает гораздо лучше Чем все попытки Ее потом Замарывать И это Хорошее качество Выбор Я думаю Придется делать Очень серьезный В ближайшее время Я не думаю Что страну Ждет какая-то Сытая и Спокойная жизнь Все говорят Россию ждут Великие испытания Я думаю Что произойдет Достаточно скоро Окончательное Выяснение Отношений Западом Оно может Происходить И на земле Украины И на Ближнем Востоке И здесь В Москве Или где-то еще Но к этому Все идет И в этих условиях Говорить так Как мы иногда Говорили в связи С Украиной Что истина Лежит посередине И все правы Может уже Не получиться Как он Набышился Сколько у него веса Килограмм 120 есть Вопрос Вы начинаете разговор В абсолютных величинах Говоря о том Что путь один Никаких других путей нет А здесь Снова переходите На какой-то язык дипломатии На самом деле Что нам делать Христос Он с кем Вот на Украине С кем был С русскими Или с украинцами Ответ Он с теми людьми Которые Отстаивают Возможность Жизнь по-христиански Вопрос А кто это Ответ Это самые разные люди Такие люди Есть и в правом секторе И в Донбассе И в Киеве Это люди Которые не пойдут На сдачу Страны под ЕС Вопрос Чем вам ЕС не угодил Объясните Ответ А тем Что нынешняя система ЕС Исключает построение Христианской государственности Вот ему что нужно Вопрос Это какое Чем есть Менее христианское государство Чем Россия Ответ Это вообще система Которую я назвал бы Антихрист Антихристовой властью Это система В которой Исключена возможность Положить веру В основу Государственного устройства Вот на Украине Пока такая возможность Есть Как и в России Она не реализована Но она есть Господа из правого сектора И господа из Донбасса Соберитесь вместе И обгоните Россию В том Чтобы прописать В Конституции Украины Сейчас Еще можно Или все Не пойму Ну 40 секунд осталось Ну это уже все Ну вот мы здесь оторвем Там второй ролик О том трудный будет Вот теперь можно Прощадно говорить А тут другое Митрополита Ярославль Это 13 миллионов Обокрали Там сколько по ноге Его спрашивают Что, как Да откуда я знаю Что, как Кто найдет воров Нет, говорит Сломали замок И сейф унесли Вместе с сейфом Богу нашему слава Аллилуйя Аминь